Дом у дороги. Один из самых неоднозначных боевиков конца 80-х. Шикарное пособие, как гасить алкашей и избавлять город от всякой бандитской нечисти. Этот лихой пацанский боевичок и в наше время смотрится более чем достойно. Привет всем! Сегодня предлагаю вспомнить вместе со мной одну из самых любимых киношек и пройтись по ее интересным фактам. Погнали! Итак, боевичок рассказывает нам историю крутого вышибала, который получил предложение навести порядок в адской тошниловке под названием «Две двойки». Заведения с таким названием не существует, поэтому специально для съемок построили его внешний фасад. Это далеко не единственная постройка для фильма, таковой еще и был фасад магазина автозапчастей. Также Бладхата, которую снимал главный герой, тоже построено специально для фильма. На главную роль был выбран Патрик Суэйзи. У этого паренька звездный статус был весьма высоким после его взрывного хита «Грязные танцы». В фильме главного героя зовут Далтон. Однако в одной из сцен, когда он попал в больничку, зритель мог увидеть его полное имя в медицинской карточке – Джеймс Далтон. При этом имя Джеймс в течение фильма не озвучивалось. Персонаж был назван в честь города Далтон, штат Джорджия. Сценарист картины в свое время мимо него проезжал и останавливался у местного бара. Забегаловка ему настолько понравилась, что в знак уважения к городу он назвал главного героя Далтоном. При этом сценарист сказал, что ни один здравомыслящий родитель не назвал бы своего ребенка Далтоном. Для меня этот момент на самом деле остался немного непонятен, ибо, насколько я понял, Далтон – это фамилия. Патрик Свойзи спровоцировал некоторые проблемы на съемочной площадке. Дело в том, что у него была орда фанаток, которая преследовала актера по пятам. Например, в один из съемочных дней сумасшедшие бабы подъехали на пикапе к трейлеру актера, чтобы пообщаться с ним. Когда снималась крутая драка на берегу, ближе к финалу фильма, снова появились какие-то клуши на плоту, которые затруднили процесс съемок. Не обошлось и без курьезов, и в самой съемочной группе. Девушка-актер, которая сыграла в эпизоде «Официантку», настолько зазырилась на Патрика, что не смотрела, куда идет, и вылила кофеечек на другую даму-актрису. Поскольку от сумасшедших девок исходила реальная опасность, Патрика Свойзи охраняли телохранители. Вот такой вот Патрик-крушитель сердец. У персонажа Патрика Свойзи в фильме «Фамилия Далтон», как и у футболиста Энди Далтона. В итоге этому игроку Дали погоняло дом у дороги. Поскольку персонажу Далтона приходилось постоянно биться с разного рода алкашами и рэкетирами, то и подготовка должна была быть соответствующая. За нее отвечал небезызвестный Бенни Уркидос, который тренировал Патрика и остальных актеров. Причем Свойзи был настолько способным учеником, что Бенни предлагал ему заняться кикбоксингом серьезно. Но Патрика на протяжении карьеры преследовала постоянно старая травма колена, так что этот вариант был не для него. Кстати, Уркидос также появился в эпизодической роли. Бенни рассказывал, что когда увидел Патрика, то поразился, что он двигается изящно как кошка. Поэтому и сказал, что будет его тренировать как кошку. Несмотря на то, что Свойзи показан практикующим тай-чи, Далтон на самом деле никогда не использует этот особый стиль боевых искусств в боевых сценах фильма. Вместо этого он использует движения из различных источников, в том числе из корейской дисциплины хапкидо. Стоит сказать, что Патрик играл очень самоотверженно и на съемках получил большое количество травм. А в одном из интервью сознался, что сомневался в том, выживет ли он к концу съемок. Если верить актеру Сэму Эллиоту, то почти все актеры обходились без дублеров. Сам актер говорил, что на протяжении съемок с него вышибали дурь. Хотя при этом интересно, что были задействованы примерно 50 каскадеров, которых использовали в основном для сцен драк в баре по причине постоянных травм. Свойзи отказался от роли в таких фильмах, как Танго и Кэш и Хищник 2, поскольку просто-напросто не вывез бы еще одну экшен-роль подряд. Тем более, что после картины ему пришлось лечить колено, которое он травмировал, когда-то играя в футбол. Однако стоит сказать, что его следующий фильм совершенно не пострадал с коммерческой точки зрения. Мистическая мелодрама «Привидение» стала очень прибыльным хитом, собрав просто шикарную кассу. Зато Танго и Кэш и Хищник 2 провалились. Актер Тиг Маршалл, персонаж которого бился ближе к концу фильма с главным героем, поначалу не ладил с Патриком Свойзи. Однако они довольно быстро подружились, да и к тому же были солидарны во мнении, что на экране нужно калашматить друг друга по-настоящему. Мужики снимали сцену драки пять дней, за это время они подрались примерно 70 раз, и по словам режиссера, они очень устали. Маршалл во время одного из эпизодов драки так завелся, что шибанул Патрика бревном, сломав в Суэзи два ребра. Но Маршаллу тоже досталось, выбитый зуб и сотряс. Несмотря на напряжение между актерами в начале съемок, мужики после завершения картины стали хорошими корешами. Кстати, выбор на роль Маршала Тига не был случайен, ибо он с детства занимался боевыми искусствами. Интересный момент, Маршалл Тиг, например, у картины взял с собой свою маму. Когда дело дошло до финальной драки, в которой злодей сказал главному герою, что таких как он, тот жарил в каталажке, мама актера вскочила и закричала горделиво «Это мой мальчик!». Что касается главной женской роли, то изначально на нее взяли актрису Аннет Беннинг, но ее быстро отправили к черту на кулички, ибо, как утверждает Келли Линч, заменившая ее, между Анной и Патриком не было химии. Келли ответственно подошла к роли доктора. Она провела целый месяц в отделении неотложной помощи и даже научилась накладывать швы. Келли Линч поведала, что встреча ее героини и персонажа Патрика является одной из ее любимых сцен, поскольку показала, как сходятся люди из разных миров. И здесь кроется один забавный момент, связанный с любовной сценой. Как рассказывала Келли Линч, актер Билл Мюррей постоянно, когда видит жаркую сцену между Патриком и Келли по телевизору, звонит мужу актрисы и начинает его жестоко подкалывать, и это превратилось уже в долголетнюю традицию. Более того, один такой звонок Мюррей совершил даже из России, для поддержания традиции. В этом фильме у Патрика была фирменная шевелюра, которую нужно было поддерживать лаком для волос. Суэйзи потом вспоминал, что неизвестно, кто больше лака для волос потратил, он или Келли Линч. Патрик утверждал, что эти волосы стали проклятием его существования. Ну а теперь самая малость о музыке. Саундтрек картины пропитан настоящим рок-н-роллом, что мне особенно нравится в фильмах. Не последнюю роль в этом сыграла группа Джеффа Хилли. Это канадский музыкант, который ослеп еще в полутора годовалом возрасте, а на гитаре начал играть в три года. Его уникальная манера играть на лежачей на коленях гитаре стала его визитной карточкой. Также сам Патрик Суэйзи спел парочку песенок для саундтрека. Он это и раньше делал для фильма «Грязные танцы». В картине также снялся Рэд Уэст, который в свое время ходил в среднюю школу вместе с Элвисом Пресли и позже был его телохранителем. Один из журналов охарактеризовал фильм как вестерн. Более того, имена многих персонажей имеют отсылку к разным личностям из мира Дикого Запада. Да и сам Патрик называл картину современным вестерном, в котором Далтон был наемным стрелком, а Брэд Уэсли – местным хулиганом. Кстати, финальная разборка, в которой местные жители помогли персонажу Патрика завалить местного ракетира, вдохновлена одним реальным случаем. В каком-то из городов, также на глазах нескольких человек, завалили какого-то бандюгана, а свидетели потом спокойно сказали «А мы ничего не видели». Фильм имеет определенный вес не только в среде любителей боевиков. Помните, как в начале картины Далтон объяснял три правила поведения с буйными пацанами? Интересно, что эта сцена стала использоваться для обучения полицейских в департаменте полиции Нью-Йорка. Однако далеко не все полицаи остались довольны таким раскладом, и один из офицеров полиции возмущался, что это сумасшествие, мол, они показывают что-то из фильма и хотят, чтобы полицейские вели себя так же в реальной жизни. Патрик Суэзи заявил, что фильм изменил представление о безопасности клубов по всей планете. Несмотря на то, что картина не показала хороших результатов в прокате, со временем киношка отлично продавалась на видеокассетах, и по кабельному ТВ его часто гоняли. Несмотря на несколько номинаций на антипремию «Золотая малина», картина стала культовой. В 2006 году вышло продолжение, в котором предложили сняться Патрику Суэзи, однако он прочел сценарий и отказался от участия в проекте. В итоге историю переписали и завязали ее полностью на сыне Далтона. Картина по итогу вышла сразу на видео, но и смотреть там реально особо нечего. Выпуская фильм в прокат, в качестве маркетинга была использована фраза «Танцы закончились, теперь все становится грязным». Это был такой своеобразный намек на предыдущий успех Патрика в фильме «Грязные танцы». Однако после провала картины в прокате все шишки посыпались на компанию United Artists, поскольку они пиарили фильм как более легкий, попсовый и юморной, дабы завлечь в кинотеатры поклонниц Патрика Суэзи после успеха картины «Грязные танцы». Этот фильм включен в список 100 самых приятных плохих фильмов, когда-либо снятых. Фильм также критиковали из-за того, как в нем изобразили женщин. Актер Бен Газа рассказал, что из всех фильмов, в которых он когда-либо снимался, этот он чаще всего видел по телевизору. Естественно, что уже неоднократно поднимались идеи снять ремейк картины. Даже хотели сделать женскую версию с актрисой-бойцом Рондой Роузи в главной роли. Однако после того, как она в 2015 году проиграла бой Холли Холм на проект «Забили». Однако сейчас известно, что съемки ремейка картины все же начались еще в 2022 году с Джейком Джилленхоллом в главной роли. Так что, может, даже и в этом году и зрители его увидят. Но я точно ничего хорошего от этой версии не жду. Так что я возьму полтора хуже Гулевского и пересмотрю еще раз «Нетленку» с Патриком Суэзи. Мне вот, кстати, очень импонируют актеры, которые органично смотрятся в разных жанрах. И Патрик Суэзи как раз один из таких. Он вообще четко подошел для этого боевичка. Его персонаж, на мой взгляд, очень харизматичен и шикарно держит кадр. Я вот пересмотрел «Дома дороги» недели полторы назад. И вот прямо-таки по-настоящему отдохнул за его просмотром. Меня так проштурило, что я с удовольствием готов его пересмотреть еще раз в ближайшее время. Фильму «Тотальный зачет». Жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра, любви и мира.